Открытая студия Флагман и лидер среди субъектов Российской Федерации по многим аспектам, в том числе и по цифровой трансформации различных сегментов нашей жизни. Сейчас собрание собственников в онлайн формате относительно недавно. И есть ли обратная связь? Как жители отнеслись к такой услуге, к такой возможности удаленно решать свои вопросы? Да, безусловно, очень важная программа Московской области. И я могу сказать, что Московская область стала первым регионом в Российской Федерации, которая приступила к реализации программы общих собраний в электронном виде проведения. По поручению Андрея Юрьевича Воробьева, губернатора Московской области, мы дали старт этой программы. При этом сразу хочу отметить, что в 2020 году, благодаря изменению законодательства, эта процедура еще более упростилась. Если раньше для того, чтобы провести собрание в электронном виде, необходимо было провести очное общее собрание собственников и принять решение о возможности проведения такого собрания в электронном виде, то с марта 2020 года, благодаря изменению законодательства, очное собрание уже нет необходимости. Можно сразу объявлять собрание собственников в электронном виде. И если до этого решения порядка 4800 многоквартирных домов, проведя такие собрания, приняли решение, то благодаря этому изменению законодательства на сегодняшний день более 19 тысяч домов у нас перешло на электронное голосование. Это порядка 13 тысяч в 2020 году и 3000 уже в 2021 году такие решения были приняты. В чем преимущество? Первое – это полная цифровизация. То есть нет необходимости печатать протоколы, делать заявки, обходить очно, заочно и так далее. Все это погружено в электронную систему. В электронном виде формируется заявка на проведение собрания, в электронном виде формируется протокол, в электронном виде проходит голосование и самое главное – в электронном виде формализуется решение этого собрания, протокол так называемый, потому что очень много на всех этапах, к сожалению, человеческий фактор исключать нельзя, совершаются ошибки, приходится переголосовывать, неправильно оформленный протокол возвращается к государственной жилищной инспекции. Вся эта процедура, она очень субъективна. Здесь же, так как это шаблонные, зашитые в программу решения в электронном виде, то все автоматизировано. Поэтому собственнику необходимо только выразить через свой личный кабинет свое решение, дальше все формируется автоматически. И, как я сказал, уже более 19 тысяч домов у нас на сегодняшний день приняли такое решение, перешли в этот формат. Мы, безусловно, будем продолжать эту работу, причем мобильное приложение сейчас существует, то есть практически голосование может пройти с мобильного телефона. Ну и с любой точки, да, удобный для собственников. Поэтому достаточно удобный и важный сервис. Ну, обратная связь, вот помимо принятия решений жителями многоквартирных домов, кто-то, может быть, уже провел, что говорят жители? Говорят, очень удобно, при этом мы же прекрасно понимаем, что есть такие обязательные процедуры общего собрания, как утверждение сметы на текущий год, утверждение сметы на предыдущий год, то есть на что были потрачены деньги собственников. Поэтому раз в год МКД должны провести, собственники должны в обязательном порядке провести собрание и утвердить как минимум сметы общих расходов. Поэтому это удобство, когда не нужно, вот я еще раз говорю, вот эта вся наша бесконечная беготня с бумажками, она полностью уходит в прошлое. Я надеюсь, что в ближайший год, полтора, мы большую часть всех собраний переведем в электронном виде. Ну и потом, опять же, накал страстей и эмоций, которые бывают на очных собраниях, это тоже снимается в таком варианте. Ну, там есть такая функция выразить свои комментарии, поэтому тут, что называется, в удаленном доступе можно это все выразить. И еще раз повторю, что тут достаточно скачать приложение и работать в нем. При этом мы достаточно большую информационную работу проводим. У нас были сомнения, что люди старшего возраста будет сложно освоить эту программу, но программа максимально облегчена, и в рамках разъяснения, в рамках программы активного долголетия мы используем этот инструмент, чтобы донести собственникам старшего возраста, как это работает. Поэтому я думаю, что программа будет иметь большую перспективу. Еще один сервис, который в нашу жизнь пришел в Подмосковье, это «Умная платежка». Много о ней говорили еще, но на этапе подготовки смотрели плюсы и минусы, были тоже опасения. Как сейчас работает сервис и насколько активно подключаются? Да, аналогичная ситуация. Новый сервис, «Умная платежка». Суть ее заключается в том, что, опять же, скачав мобильное приложение, житель может контролировать полностью свою оплату, иметь прозрачность своих платежей, в электронном виде отправлять показания приборов, счетчиков так называемых, корректировать их, изменять, если в случае ошибки, проверять правильность расчета, так называемый калькулятор, который позволяет заранее проверить, что начисляется, иметь всю историю платежей, проверить, что было в прошлом месяце, что было в позапрошлом месяце. Ну да, не искать квитки, а все в истории. Исключает полностью поход в офис ЕРЦ, потому что для перерасчета нет необходимости подавать какие-либо бумаги. Достаточно отправить заявление и получить перерасчет. При этом, я еще раз говорю, всю историю платежей можно получить в своем мобильном приложении. Общее количество счетов, заведенных в наше Мособл и ЕРЦ, порядка полутора миллионов человек. И сегодня, когда мы по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева начали запуск онлайн-сервиса, у нас на сегодняшний день порядка 300 тысяч жителей уже перешли на эту платформу. Это новый сервис, мы его только развиваем. При этом, еще раз повторюсь, весь комплекс услуг, связанный с оплатой, зашит в этот сервис. Кроме этого, это приложение позволяет не только работать с платежами, но и заказать любые виды работ в своем доме. То есть вызвать сантехника, вызвать электрика. То есть такой расширенный сервис, который одновременно позволяет и эксплуатировать свою квартиру. Сервис такой же, достаточно простой, скачивается приложение в Apple Store или Google Play, в зависимости от платформы, устанавливается и, пожалуйста, все готовы к работе. Управляющие компании как отнеслись к появлению подобного сервиса? Они полностью поддерживают и проводят разъяснительную работу, потому что это, опять же, снимает нагрузку и проблему с управляющей компанией, потому что, безусловно, одна из основных востребованных вопросов к нам в сфере начисления квартирной платы, это почему так начисляется. Здесь можно, не обращаясь ни в управляющую компанию, ни в обл. ИРЦ, ни в ГЖИ, ни в МинжКХ, можно получить в онлайн-режиме ответ, почему такой платеж пришел. То есть, получается, что мы минуем вот эти слабые звенья, где кто-то не так понял, где-то кто-то не так услышал. Мы минуем это звено. Второе, мы минуем ситуацию, когда сведения о показаниях приборов, учетных приборов, где-то по какой-то причине неправильно были забиты в платежку. Это все, я говорю, с помощью личного кабинета и мобильного приложения можно достаточно оперативно решить весь этот вопрос. Потому что, ну, конечно, человеческий фактор, как я говорю, нельзя исключить. Ни ту цифру вбили, ни ту отправили. Поэтому тут вот это мы как раз и работаем над тем, чтобы максимально снизить вот такие вопросы, связанные с человеческим фактором и ошибкой. Ну, если то, что касается собраний в онлайн-формате, информационное поле достаточно насыщено. По поводу информатизации. Здесь какие шаги предприняты по поводу умной платежки? Какие сервисы задействованы? Какие платформы? Ну, как я сказал, еще я бы хотел еще третий сервис. Он более, так скажем, более связан с нашей работой, а не непосредственно с населением. Но этот сервис позволяет очень качественно отрабатывать те жалобы, которые поступают к нам от населения, связанные с вопросами вывоза твердых коммунальных отходов непосредственно с контейнерных площадок. Безусловно, огромное количество контейнерных площадок. На сегодняшний день их порядка 55 тысяч контейнерных площадок в Московской области, которые мы обслуживаем в ежедневном практически режиме. Часть из них предусмотрена с раздельным сбором отходов. И такая важная программа, как раздельный сбор отходов, который мы запустили с 2019 года в Московской области, опять же, являясь лидером в данной отрасли по раздельному сбору и переработке отходов в Российской Федерации. И понятно, что вопрос контроля за контейнерными площадками является одним из самых основных, как с точки зрения востребованности этой услуги у населения, так и с точки зрения контроля за работой рекоператоров, которые работают в Московской области, 7 рекоператоров. Поэтому, анализируя эту ситуацию, мы пришли к выводу, что необходима программа, которая будет в автоматическом режиме фиксировать те нарушения, которые могут присутствовать на контейнерной площадке. В первую очередь, это перенакопление, некорректное поведение некоторых, к сожалению, жителей Московской области, которые неправильно воспринимают контейнерную площадку как место складированное любого, любых отходов строительного, при проведении, предположим, любого ремонта в своей квартире, жители иногда позволяют себе размещать эти строительные отходы на контейнерных площадках, а не заказывать отдельный бункер, как это положено по закону. Плюс, естественно, определенные проблемы возникают, запаркованность контейнерных площадок, невозможность подъехать, соответственно, разгрузить. И дополнительная тема контроля – это сломанный бак. Ну, к сожалению, все ломается периодически. Поэтому своевременная замена и состояние общей контейнерной площадки – это для нас крайне важно. Поэтому буквально с июня этого года мы вводим пилотный проект. Это порядка пока 550 адресов. Мы устанавливаем специализированные камеры видеонаблюдения, которые в реальном времени нам показывают состояние контейнерной площадки. Но при этом мы пошли дальше. Просто наблюдать это уже прошлый век. Поэтому было разработано специальное программное обеспечение, которое в автоматическом режиме фиксирует те нарушения, которые, я сказал, распознает, что называется, перенакопление, навалы, несанкционированные размещения отходов, запаркованность и общее состояние контейнерной площадки, анализируя это, и сразу нам выдают картину на интерактивной карте, так называемый, как мы это называем, светофор. То есть зеленая зона, где нет нарушений на контейнерной площадке, желтая зона, где мы видим, где есть предпосылки к нарушениям, и красная зона, где эти нарушения уже отфиксированы. Таким образом, в первую очередь, мы резко сокращаем вопрос принятия решений. Если раньше мы получали это в виде жалобы от жителя, или при обходе фиксировали это нарушение, и, соответственно, только на следующие сутки могли устранить это замечание, то сейчас время принятия решений и решения этого вопроса сокращаем до трех часов. То есть мы сразу видим красную зону, сразу сигнализируем об этом рекоператору или управляющей компанией, и сразу ставим под загрузку решение этого вопроса. Интересное решение, новое. Будем это пилот, но мы сейчас будем активно его внедрять и в дальнейшем распространять на большее количество контейнерных площадок. Я напомню нашим радиослушателям. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский сегодня находится в нашей студии, и мы говорим о том, что происходит в нашем регионе, какие изменения. Следующий вопрос, Антон Алексеевич. Также обращение с твердыми бытовыми отходами. Закрыты полигоны. Строятся мусороперерабатывающие комплексы. Какие дальнейшие шаги в сфере обращения с отходами сейчас в перспективе, и насколько вы оцениваете, все-таки уже больше года прошло, с введения раздельного сбора мусора, успехи этой реформы на территории Московской области? Да, совершенно верно. Во-первых, вас поправлю, уже больше двух лет прошло, 19-20-й. Да, 20-й вылетел у всех из статистики. Да, тяжелый, непростой год. Но, несмотря на все вызовы, мы в действительности справились со всеми проблемами 20-го года. Хочу отметить, что, несмотря на достаточно большое присутствие москвичей в московском регионе, по нашим подсчетам, порядка 3,5 миллионов москвичей переехало на время пандемии в московскую область, в свою недвижимость, мы справились с теми вызовами, которые были у нас с увеличением объемов накопления, соответственно, объемов вывоза, переработки. Поэтому 20-й год, конечно, был непростой, но он показал, что ту систему, которую мы внедряем, раздельного сбора, ту систему рекоператорства, которая присутствует и первая внедрена в московской области, она устойчива и она, что называется, держит удар. Ну, а если говорить в целом про успехи от отрасли, то, что сделано и то, что будет в качестве развития в 2021 году, я напомню, что мы в 2020 году по поручению Андрея Юрьевича Воробьева закрыли 39 полигонов. Мы их завершили эту, так скажем, эпоху, историю Московской области и исключили на сегодняшний день такое понятие полигон. Нет у нас такого понятия теперь в нашей отрасли, оно ушло в прошлое. Последние такие знаковые объекты, как Лесная и Ядрова, были закрыты в конце 2020 года. И, естественно, мы для того, чтобы реализовать эту программу, на протяжении последних трех-четырех лет активно развивали отрасль переработки. Результатом в 2020 году было сдано 10 объектов, это новейшие комплексы по переработке отходов, на которых реализуется наш принцип переработки и работы вообще в целом с твердыми коммунальными отходами. Стандарт, так называемый, как мы его прозвали, 20-30-50, это 20% вторичное сырье, которое поступает в дальнейшую переработку и производство соответственно вторичного сырья, из вторичного сырья. 30% это продукты агрокомпостирования, то есть это техногрунт, который получается у нас по прошедшей экологическую экспертизу и все необходимые заключения экспертизы минэкологии техногрунт, который мы используем в подсыпке дорог, в пересыпке тех же самых рекультивации, тех же самых объектов устаревших захоронений. И, соответственно, 50% на сегодняшний день это уже абсолютно инертные материалы, которые не создают серьезную нагрузку на экологию и, соответственно, самое главное, там нет пищевых отходов, которые создают основную проблему запахов и выбросов газа. Это захоранивается на специальных оборудованных чашах, это не просто какие-то там объекты или ямы, как раньше это было, это высокотехнологичные объекты размещения, где с помощью геомембран специальных систем отвода фильтрата, специальных систем отвода газов осуществляется временное размещение этих хвостов, как мы их называем. С последующим, как мы планируем, когда у нас следующий этап, это 23-й год наступит, когда мы построим, как мы называем, заводы термической обработки, эти хвосты пойдут уже на утилизацию, таким образом, мы планируем из объема, если мы говорим о 100% поступления отходов на комплексы переработки отходов, то на захоронение пойдет 5-7%, то есть мы практически исключаем захоронение. В этом году в наших планах достаточно серьезное развитие этой отрасли, мы планируем сдать еще один новый, 11-й объект в Поварово, и сейчас уже работы ведутся, и модернизировать так называемые вторые очереди, это три комплекса переработки отходов, это Кашира, Коломна и Сергеев-Посад, увеличить их мощность, таким образом, по вновь утвержденной схеме, у нас на сегодняшний день ни одного куба отходов не поступает на прямое захоронение, мы все проводим через сортировки, как я говорил, 20-30-50. Очень важный аспект взаимоотношения со столицей в этом плане, как выстраивается диалог, потому что ни для кого не секрет, что огромное количество отходов, которые вывозились на полигоны, в том числе и подмосковье, это все-таки производит столица. Да, совершенно верно, и мы понимаем, что мы в этом плане фактически единый регион, как мы говорим, московский регион, и тут мы не разделяем Москву и Московскую область, понятно, что мы в полном сотрудничестве развиваем это направление, и на сегодняшний день подписано большое соглашение между Москвой и Московской областью, в рамках которого у нас происходит взаимодействие по частичному размещению отходов, образуемых в Москве, на тех объектах, которые мы строим. Строим мы их, я сразу хочу отметить, не просто так, а совместно с Московской областью, достаточно очень серьезное финансирование строительства этих объектов, практически там большая доля финансирования идет из Москвы, то есть в этом отношении областной бюджет не участвует, поэтому в рамках этого соглашения часть отходов размещается на этих же КПО, но еще раз говорю, в соответствии с нашими стандартами, поэтому тут у нас есть понимание, взаимодействие, у нас вообще с Москвой такой ряд глобальных программ в сфере ЖКХ, это и отходы, как я сказал, размещение, есть отдельное соглашение по чистой воде, где мы совместно с Мосводоканалом осуществляем подключение к московской воде ряд городских округов, при этом порядка 12 городских округов на сегодняшний день уже подключено к московской воде качественной, обладающей всеми необходимыми параметрами, понятно, что это городские округа, прилегающие к МКАДу по технологическому принципу, поэтому сотрудничество с Москвой у нас достаточно плодотворно. Ну, кстати, опираясь на ваши последние слова о чистой воде, близкие к столице округа здесь все понятно, Дальнее Подмосковье, как там работает программа чистой воды? Да, совершенно верно, очень важная федеральная программа чистая вода, которая интегрируется в нашу программу чистая вода из областного бюджета. У нас очень активно сейчас проводятся работы восточной системе водоснабжения. Буквально недавно мы сдавали в эксплуатацию водоводы, связанные с городским округом Дзержинский, Балашихи, идет активная работа. В Орехово-Зуево проведены очень большие работы. Я буквально месяц назад Андрей Юрьевич докладывал, как идет развитие системы восточной водоснабжения нашей системы. Кроме этого, мы проводим достаточно активные работы, точечные, по модернизации водозаборных узлов в таких городских округах, как Руза, Можайск, то есть тут мы уже действуем точечно в рамках той государственной программы развития инженерной инфраструктуры, которая утверждена областным правительством. Надо сказать, что используя и федеральные средства программы чистой воды, мы на сегодняшний день идем с опережением реализации этой программы. Процент водоснабжения чистой водой у нас выше тех нормативных показателей, которые подразумевает эта программа. Но, как говорится, невозможно человеку объяснить, у которого, к сожалению, еще не соответствует качество, что у соседа хорошо. Поэтому мы продолжаем эту работу. У нас есть достаточно серьезная программа до 2024 года, которую мы реализуем сейчас, используя все возможные финансирования. Вопрос, который буквально на днях стал актуальным для Подмосковья и был брифинг, на котором вы принимали участие, касается он до начислений за отопление в те холодные месяцы уже 2021 года. Хотелось бы понять, насколько важен сейчас этот вопрос для жителей Подмосковья и достаточно ли информация поступает в понятном для них виде. Да, совершенно верно. К сожалению, погодные условия этого зимнего отопительного сезона были очень непростые. И мы помним, что температурный режим был очень сложный и достаточно большое количество дней температура опускалась в районе 30 градусов. Соответственно, нагрузки на теплосети были достаточно серьезные. А раз нагрузки были серьезные, к сожалению, за это приходится платить. И достаточно длительный период. С учетом системы оплаты теплоснабжения, как мы говорим, принцип 1.12, это когда оплата происходит равными частями с учетом параметров предыдущего отопительного сезона. То есть мы берем расчетные данные предыдущего года и равными частями начисляем оплату за отопление в течение года. Соответственно, в первом квартале следующего года у нас происходит определенный перерасчет. Этот перерасчет обычно не такой большой при плавном и одинаковом температурном режиме предыдущего отопительного сезона. Но в этом году мы получили вот такой эффект, что нагрузка, финансовая нагрузка на собственника, на жителя сильно выросла. Поэтому по поручению Андрея Юрьевича Воробьева было принято решение облегчить эту финансовую нагрузку, сделать ее в рассрочку. То есть три месяца ту плату, она единоразовая плата, я еще раз говорю, это компенсационный платеж в соответствии с перерасчетом. Он платится один раз в год. То если предыдущие года мы выставляли эту платеж и после оплаты или не оплаты шли штрафные санкции, то тут было принято решение, нам такие поручения даны, сделать эту оплату равными частями в течение трех месяцев. То есть в следующем платеже, в следующем месяце платежки будет выставлена только одна треть. И так три месяца. При этом не будут начисляться ни штрафы, ни пения за вот такую рассрочку. Поэтому это снизит нагрузку на собственника. Как мы реализуем это? В действительности тут не надо ничего придумывать. Мы специально ввели систему автоматического разбития этого платежа. То есть собственнику будет автоматически поступать одна треть платежа. Тут не надо как бы. Если ему уже выставили, есть такие примеры, что вот сейчас мартовской платежки уже выставлено до решения рассрочки, полная сумма, то собственник может на свое усмотрение разбить ее на три части. При этом еще раз скажу, никаких штрафов и пений начисляться не будет. Всю информационную работу вот не так давно я провел большой брифинг, разъясняя эту ситуацию, администрации сейчас проводят разъяснительную работу на своих сайтах. По всем многоквартирным домам на досках будет размещена эта информация и любой житель, я обращаюсь, если какие-то есть вопросы, в МОСОБРЦ работает колл-центр, который как раз и призван разъяснять данную работу, данную ситуацию, чтобы снять как можно больше вопросов по данной тематике. Ну и в заключении нашего разговора многие работники жилища коммунального хозяйства Московской области услышат очно, лично ваши поздравления, но все же хотелось бы, чтобы это прозвучало и в нашем эфире для всех остальных. Да, дорогие друзья, дорогие коллеги, я искренне всех поздравляю с наступающим нашим профессиональным праздником, я желаю в первую очередь всем здоровья, семейного счастья и дальнейших успехов в нашей непростой работе, которая постоянно позволяет нам помогать нашим жителям создавать ту комфортную среду, в которой все жители Московской области достойны жить и отдыхать. Еще раз всех с наступающим праздником. Анатолий Алексеевич, спасибо за добрые слова, ну а я напомню нашим слушателям, что министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский был сегодня гостем открытой студии Радио 1. Открытая студия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова